Ей казалось, что она говорит искренне. Бодрящая свежесть осеннего воздуха, вокзальная суета, осознание своей красоты, удовольствие чувствовать на себе влюбленный взгляд Боброва все это наэлектризовало ее до того состояния, в котором истеричные натуры лгут так вдохновенно, так пленительно и так незаметно для самих себя. С наслаждением, любуясь собой в новой роли девицы, жаждущей духовной поддержки, она чувствовала потребность говорить Боброву приятное. Я знаю, что вы меня считаете кокеткой. Пожалуйста, не оправдывайтесь. Я согласна, я даю повод так думать. Например, я смеюсь и болтаю часто с Миллером. Но если бы вы знали, как мне противен этот вербный херувим или эти два студента. Красивый мужчина уже потому одному неприятен, что вечно собой любуется. Поверите ли, хотя это может быть и странно, но мне всегда были особенно симпатичны некрасивые мужчины. При этой милой фразе, произнесенной самым нежным тоном, Бобров грустно вздохнул. Увы, он уже не раз из женских уст слышал это жестокое утешение, в котором женщины никогда не отказывают своим некрасивым поклонникам. — Значит, и я могу надеяться заслужить когда-нибудь вашу симпатию? — спросил он шутливым тоном, в котором, однако, явственно прозвучало горечь на смешке над самим собой. Нина быстро спохватилась. — Ну вот, какое вы право. С вами нельзя разговаривать. — Зачем вы напрашиваетесь на комплименты, милости государь? Стыдно. Она сама немного сконфузила свои неловкости, и, чтобы переменить разговор, спросила с игривой повелительностью. — Ну-с, что же вы это собирались мне сказать при другой обстановке? Извольте немедленно отвечать. — Я не знаю. Не помню, — замялся расхоложенный Бобров. — Я вам напомню, мой скрытный друг. Вы начали говорить о вчерашнем дне, потом о каких-то прекрасных мгновениях, потом сказали, что я, наверное, давно уже заметила. — Но что? Вы этого не докончили. Извольте же говорить теперь. Я требую этого. Слышите? Она глядела на него глазами, в которых сияла улыбка, лукавая и обещающая, и нежная в одно и то же время. Сердце Боброва сладко замерло в груди, и он почувствовал опять прилив прежней отваги. — Она знает. Она сама хочет, чтобы я говорил. — подумал он, собираясь с духом. Они остановились на самом краю платформы, где совсем не было публики. Оба были взволнованы. Нина ждала ответа, наслаждаясь остротой затеянной ею игры. Бобров искал слов, тяжело дышал и волновался. Но в это время послышались резкие звуки сигнальных рожков, и на станции поднялась суматоха. — Так слышите же? Я жду, — шепнула Нина, быстро отходя от Боброва. — Для меня это гораздо важнее, чем вы думаете. Из-за поворота железной дороги выскочил окутанный черным дымом курьерский поезд. Через несколько минут, громыхая на стрелках, он плавно и быстро замедлил ход и остановился у платформы. На самом конце его был прицеплен длинный, блестящий, свежей синей краской служебный вагон, к которому устремились все встречающие. Кондуктора почтительно бросились раскрывать дверь вагона. Из нее тотчас же выскочила шумом, развертываясь складная лестница. Начальник станции красной от волнения и беготни с перепуганным лицом торопил рабочих с отцепкой служебного вагона. Квашнин был одним из главных акционеров Энской железной дороги и ездил по ее ветвям с почетом, какого не всегда удостоивалось даже самое высшее железнодорожное начальство. В вагон вошли только Шелковников, Андреа и двое влиятельных инженеров и бельгийцев. Квашнин сидел в кресле, расставив свои колоссальные ноги и выпитив вперед живот. На нем была круглая фетровая шляпа, из-под которой сияли огненные волосы, бритая, как у актера, лицо с обвисшими щеками и тройным подбородком, испечленное крупными веснушками, казалось заспанным и недовольным, губы складывались в презрительную кислую гримасу. При виде инженеров он с усилием приподнялся. — Здравствуйте, господа! — сказал он с сиплым басом, протягивая им поочередно для почтительных прикосновений свою огромную пухлую руку. — Ну-с, как у вас на заводе? — Шелковников начал докладывать языком служебной бумаги. — На заводе все благополучно. Ждут только приезда Василия Теренча, чтобы в его присутствии пустить доменную печь и сделать закладку новых зданий. Рабочие мастера наняты по хорошим ценам. Наплыв заказов так велик, что побуждает как можно скорее приступить к работам. Квашнин слушал, отворотясь лицом к окну, и рассеянно разглядывал собравшуюся у служебного вагона толпу. Лицо его ничего не выражало, кроме брезгливого утомления. Вдруг он прервал директора неожиданным вопросом. — Э-э-э, послушайте, кто эта девочка? Шелковников заглянул в окно. — Ну вот это, с желтым пером на шляпе, — нетерпеливо показал пальцем Квашнин. — Ах это, — встрепенулся директор, и, наклонившись к уху Квашнина, прошептал таинственно по-французски. — Это дочь нашего заведующего складом. Его фамилия Зиненко. Квашнин грузно кивнул головой. Шелковников продолжал свой доклад, но принципал опять перебил его. — Зиненко, Зиненко, — протянул он задумчиво и не отрываясь от окна. — Зиненко, кто же такой этот Зиненко? — Я эту фамилию слышал. — Зиненко. — Он у нас заведует складом, — почтительно и умышленно-бестрастно повторил Шелковников. — Ах, вспомнил, — догадался вдруг Василий Терентьевич. — Мне о нем в Петербурге говорили. — Ну, спродолжайте, пожалуйста. Нина безошибочным женским чутьем поняла, что именно на нее смотрит Квашнин и о ней говорит настоящую минуту. Она немного отвернулась, но лицо ее, разрумянившееся от кокетливого удовольствия, все-таки было со всеми своими хорошенькими родинками видно Василию Терентьевичу. Наконец доклад окончился, и Квашнин вышел на площадку, устроенную в виде просторного стеклянного павильона сзади вагона. Это был момент для увековечения, которого, как подумал Бобров, не хватало только хорошего фотографического аппарата. Квашнин почему-то медлил сходить вниз и стоял за стеклянной стеной, возвышаясь своей массивной фигурой над теснящейся около вагона группой с широко расставленными ногами и брезгливой миной на лице, похожей на японского идола грубой работы. Эта неподвижность патрона, очевидно, коробила встречающих. На их губах застыли, сморщив их заранее приготовленные улыбки, между тем, как глаза, устремленные вверх, смотрели на Квашнина с подобострастием, почти с испугом. По сторонам дверцы застыли в солдатских позах молодцеватые кондуктора. Заглянув случайно в лицо, опередивший его Ниной, Бобров с горечью заметил и на ее лице ту же улыбку и тот же тревожный страх дикаря, взирающего на своего идола. «Неужели же здесь только бескорыстное, почтительное изумление перед тремястами тысячами годового дохода?» – подумал Андрей Ильич. «Что же заставляет всех этих людей так униженно вилять хвостом перед человеком, который даже и не взглянет на них никогда внимательно? Или здесь есть какой-нибудь недоступный пониманию психологический закон подобострастия? Постояв немного, Квашнин решился двинуться, и, предшествуемый своим животом, поддерживаемый бережно под руки поездной прислугой, спустился по ступеням на платформу. На почтительные поклоны, быстро расступившись перед ним вправо и влево толпы, он небрежно кивнул головой, выпитив вперед толстую нижнюю губу, и сказал Гнусаву, «Господа, вы свободны до завтрашнего дня!» Не дойдя до подъезда, он знаком подозвал к себе директора. «Так вы, Сергей Ильянович, представьте мне его!» – сказал он в полголоса. «Зиненку?» – предупредительно догадался Шелковников. «Ну да, черт возьми!» – внезапно раздражаясь, буркнул Квашнин. «Только не здесь, не здесь!» – остановил он за рукав устремившегося было директора. «Когда я буду на...»